В сценарии компании 1S Bittrex, который называется «Новый сценарий онлайн-продаж». Дайте немножко обратной связи, есть ли звук и картинка. Прям в чатике я вижу, что вы до него добрались. Да, большое спасибо за плюсы. Вижу, что звук, картинка есть. Меня зовут Михаил Беляев, я руковожу представительством 1S Bittrex в Санкт-Петербурге. Я сегодня расскажу вам, что мы будем делать в ближайшее время, чуть-чуть организационных моментов, и буду рассказывать по ходу вебинара, что у нас такое происходит. Итак, мы с вами сегодня говорим про продажи, про продажи в онлайне. У нас сегодня два спикера. Я буду представлять спикеров сегодняшних, говорить, какой регламент у нас есть. Значит, полтора часа примерно ожидает нас. Это до 12.30. В 11 мы начали, до 12.30 мы работаем. Примерно пополам будем разбивать на двух спикеров сегодняшний эфир. Будут слайды, будет презентация, будет видео. Опережу немножко вопрос про запись. Будет и запись, мы поделимся видеозаписью, как только сконвертируется она на сервисе, на ту же самую почту вышлем, по которой вы регистрировались. Теперь, как мы с вами коммуницируем и общаемся. У нас есть чатик. Я вижу, что большая часть из вас в чатик может смотреть, видит, плюсики ставит и коммуницировать, общаться. Значит, мы туда можем отправлять любые вопросы спикерам, которые у нас возникают по ходу мероприятия. Кроме спикеров сегодня с нами три партнера Bittrex24, компания ArtSolution, компания NeuroCRM и компания Sol. Можно отправлять вопросы в чат по Bittrex24, опять же, любые совершенно, и получать на них ответы. Коллеги будут консультировать. Если нужна будет какая-то помощь оперативная прямо в чате, можно ее будет получить. Если нужно будет что-то большее сделать, то коллеги тоже готовы будут помочь. Итак, по регламентам кажется все. Мы с вами начинаем. Говорим про онлайн-продажи. И понятно, что онлайн-продажи у нас сейчас у всех преимущественно, скорее всего. Даже те, кто были в онлайн, потихоньку перебираются, а кто-то достаточно резкий переход совершил. И для того, чтобы посмотреть, как онлайн-продажи работают, мы же понимаем, что под капотом у них примерно те же самые механизмы. Мы сегодня поговорим про ошибки в продажах, какие существуют, какие не допускать, как избежать такие ошибки. И поговорим про новые сценарии онлайн-продаж. Что изменилось за последние несколько месяцев? Наверное, основной драйвер, конечно, это пандемия. Что поменялось? Как мы по-другому начали работать? Как бизнес отреагировал на эти изменения? Как обычные пользователи изменили свои сценарии? И как фактически нам этим сценарием соответствует? Итак, переходим непосредственно к выступлениям. Я представляю первого спикера, который сегодня с нами. Это Екатерина Уколова, основатель компании Ойли, эксперт в продажах, которая огромное количество бизнесов видела, как они работают. Видела их ошибки, естественно. И, конечно, может по этим ошибкам подсказать, что допускать нельзя совершенно. Как найти такие ошибки у себя. И что с ними прямо сейчас делать. Екатерина, выходите, пожалуйста, в эфир. Приглашаю вас. Екатерина, слышно ли меня? Видно ли, есть ли возможность выйти в эфир? Так. Друзья. Всем привет. Да, Екатерина, слышу и вижу картинку. Отлично. Добрый день. Добрый день. Да. Представляю тогда в ваши заботливые руки аудиторию. Мы в ближайшие 40 минут поговорим вместе с вами про продажи и поотвечаем на вопросы. Про чат я немножко рассказал. Буду рядом, если буду необходим. Ну что, наверное, начнем со знакомства. Для начала мне бы было интересно понять, кто из вас в каком бизнесе работает, какие должности занимает. Давайте в чате ответим свои должности для начала, чтобы не понимать, под кого делать сегодня выступление, поскольку в зависимости от ваших ответов будет разный контент. Вот поэтому пишите обязательно должности, собственник, директор. Пишите вообще самую высокую должность, если вы даже заропа из-за того парня в своей компании. Пишите владелец, если вы собственник или учредитель. Если вы, соответственно, не знаю, там, коммерческий и так далее, то есть пишите свою должность как есть. Так, вижу, вижу. Так, давайте поактивнее. И несколько правил. У нас будет первое правило активности. Чем вы больше отвечаете, тем лучше вы запоминаете, потому что у вас включается моторная память, поэтому я буду задавать вопросы в процессе выступления. Обязательно на них отвечайте. И также еще важный момент, который бы хотелось сказать, это конструктивные вопросы. Если вас что-то интересует, задавайте вопрос не размыто, вот давай к делу, давай что-то там полезное и так далее, а конкретно спросите. Например, что делать в агентстве недвижимости, какую СРМ-ку настраивать, какие строить воронки и так далее. Ну, например, такой может быть вопрос. И, соответственно, тогда второй вопрос, который хочу вам задать, это поставьте цифру 1, кто знаком со мной с компанией Ойли, где я работаю, и кто не знаком, поставьте цифру 2. Так, вижу, достаточно много двоек, поэтому я немножко расскажу тоже о себе вначале, чтобы вы понимали, почему я веду этот вебинар. Значит, кратко, если говорить обо мне, то мой опыт начинался с банковского бизнеса. Я, соответственно, работала в банках, построила карьеру до начальника отдела обучения в Альфа-банке в 23 года. Таким образом, я получила первичные знания по продажам, потому что на тот период уже у Фридмана была достаточно серьезная система, все эти банки тоже, это мировая компания. И потом я решила попробовать себя в компании по сертификации, где мне удалось увеличить продажи с 700 тысяч рублей до 20 миллионов рублей в месяц за полтора года работы. И, соответственно, я смогла, по сути, перестроить полностью систему продаж, и об этих технологиях я вам буду рассказывать. Опять-таки вот спросили, при чем тут Bittrex? Значит, Bittrex при том, что Bittrex является основным инструментом, который используется для систематизации продаж, если у вас не настроена CRM-система, либо вы, значит, настраиваете CRM-ки, но вообще не представляете, как работает отдел продаж, какие нужны отчеты, какие бывают бизнесы, то тогда ничего не срастается. Поэтому такой важный, наверное, момент, что CRM является таким ключевым аспектом. Дальше, после того, как у меня получился этот опыт, я поняла, что мне нужно заниматься любимым делом. Мое любимое дело – это, соответственно, построение отделов продаж. И что удалось мне сделать? В 2011 году я основала свою компанию. За это время я написала уже пять книг, откуда я черпала свои знания из кейсов своих клиентов. У меня клиентов уже более пяти тысяч. Я видела их отделы продаж изнутри, понимала, что они делают и приносят результат, что они не делают, что не приносят результаты. И, по сути, я всю эту методику собрала. Обязательно, если вы работаете в продажах, вы просто обязаны прочитать мои книги. Я, кстати, готова вам выслать три книжки в подарок. Для этого нужно будет мне смс-ку на мобильный телефон прислать. Кому это интересно, с удовольствием с вами своими знаниями, которые 10 лет зарабатывала, поделюсь. Мой результат как предпринимателя следующий. Мои обороты в прошлом году более 100 миллионов рублей, чистая прибыль более 40 миллионов. Я номер один по количеству клиентов по внедрениям в отделы продаж. И, собственно говоря, номер один по их качеству в числе моих клиентов. HeadHunter, Lanit, крупные компании, ну и малый, конечно же, микробизнес. Поэтому тут такой момент, что в этом я разбираюсь. И, естественно, я буду рассказывать вам о тех вещах, которые я узнала и с которыми точно стоит прорабатывать для того, чтобы делать результат. 1 июня этого года исполнилось моей компанией 9 лет. Значит, у нас в год более 100 тысяч участников проходит через мои вебинары. И 5 тысяч именно клиентов, которые мне заплатили за построение отделов продаж. Значит, кратко также проработала уже более тысячи сфер. То есть понимаю, чем внедрение в бетонных раковинах отличается от внедрения в арматуре и как это все взаимодействует, где какие лучше подходят инструменты, где какие должны быть отчеты, какие должны быть воронки настроены. Знаю изнутри, как делить оргструктуру, как это все систематизировать, как привязывать к мотивации и так далее. То есть достаточно серьезный есть объем знаний в моей голове. И вот некоторые из моих клиентов, это LSR, например, распродаж 2 раза, это Goodwood распродаж 20%, это Живосайт распродаж 2 раза, это Headhunter, выход на плановые показатели. Соответственно, также вот работали с Bittrex M24 по коллаборациям. То есть я являюсь амбассадором, можно сказать, бренда Bittrex 24, потому что мне он очень нравится. Это одна из самых качественных CRM-ок на российском рынке, поэтому вот мне кажется, что это круто. Также в прошлом году, поскольку меня часто спрашивали, а в чем твой бизнес-тренер, то, что почему-то не считается у нас бизнесом обучение, консалтинг, я открыла свое рекламное агентство, удалось выйти на 3,5 миллиона оборотов, чистая прибыль – миллион рублей в месяц, это за год. Что говорит о том, что, в принципе, я в любом сегменте могу работать. И кратко о моем маркетинге, например, да, то есть маркетинг – это мегаполезная история с точки зрения продаж, тем более мы сейчас будем говорить про онлайн. И оборот по Инстаграму у меня в месяц, в прошлом, кстати, 6 миллионов. Оборот по SEO – у меня есть свой собственный блог на сайте с трафиком 100 тысяч уникальных посетителей в месяц через SEO. Соответственно, составляет где-то тоже 5 миллионов. И, соответственно, также у меня есть таргетированная реклама, у меня есть директ. Я выстраиваю с клиентами коммуникацию в мессенджерах и в e-mail маркетинге, естественно. Всего моя компания получает от 10 до 16 тысяч входящих обращений в месяц. Я думаю, этому многим стоит поучиться, но если вы хотите научиться, как говорится, этим всем можем помочь. И в прошлом месяце я сделала оборот 21 миллион. Соответственно, чистая прибыль высокая. Я думаю, все понимают, что это достаточно серьезная цифра. Что еще рекомендую сделать? Для тех, кто работает в продажах, я видела, вам всем эта тема интересна, подпишитесь обязательно на мой Инстаграм. В Инстаграм все, кто мне напишет пароль Bittrex, я вышлю шаблоны для построения отдела продаж, 5 шаблонов. Туда же входят формы отчетности, которые сможете использовать при внедрении Bittrex. Плюс, соответственно, формы отчета удаленного отдела контроля качества и ряд скриптов. То есть пишите Bittrex мне паролем, мы вам будем в ответ высылать эти шаблоны, и вы сразу же попадете в мою воронку в мессенджерах. Посмотрите, как это работает. Тоже интересная история, связанная с разогревом клиентской базы. У меня самый большой блок в Инстаграме по продажам. Я каждый день делаю полезные посты. Если вы на меня не подписаны, обязательно подпишитесь, потому что все люди, которые разбираются в продажах, они, конечно же, подписаны и читают полезный контент. Второй ресурс, который я рекомендую свой, это YouTube-канал. У меня сейчас 99 тысяч подписчиков, и, собственно говоря, там также каждую неделю выходят полезные ролики по продажам. Какой здесь есть интерес? Там рассматриваются разные ниши, возможно, попадется ваше, ну и разные приемы, которые используются. В частности, недавно в понедельник вышел ролик про СММ-агентство, в котором мы увеличили продажи с 8 миллионов в месяц до 19 миллионов в месяц. В общем-то, сколько сотрудников вашей компании? Примерно 50 человек. Значит, сотрудников. Три отдела продаж на удаленке, три отдела продаж в офисе. Соответственно, у меня также агентство полностью работает на удаленной системе. То есть я очень хорошо понимаю, как удаленно управлять и как в офисе управлять, и, в общем-то, с помощью каких систем и историй. Значит, дальше отзывы клиентов. Это, я думаю, все посмотрите. Я также являюсь мамой в декрете, да, то есть параллельно я управляю своим отделом продаж, не ходя в офис. Как вы видите, я нахожусь на своей веранде, вот если быть точной, вот так вот тут все выглядит. Поэтому я не нахожусь сейчас в офисе, а отдел продаж работает, да, поэтому, в принципе, вы также можете у себя настроить с помощью Bittrex все эти моменты. Но, конечно, перед тем, как настраивать Bittrex, нужно навести небольшой порядок в своем отделе продаж, потому что нельзя автоматизировать хаос, к сожалению. Вот, но и что важно, что в основном клиентам помогает система продаж. Вот некоторые кейсы. Здесь рост до 9,5 миллионов в месяц. Потом вот здесь с нуля до миллиона в месяц выручка выросла на 75%. Здесь, кстати, интегратор Bittrex, девушка с 3 миллионов до 7 миллионов в месяц выросла. Ну и так далее. Инна Анисима, пиар-агентство с 3 миллионов там в два раза выросло. Ну и тут много-много-много кейсов абсолютно из разных сфер. Ну, например, вот эти ребята, они риэлторское агентство, эти ребята, они у нас розница. В общем, везде-везде, конечно же, есть результат. Вот эти занимаются видеонаблюдением. И, конечно, опять-таки, как получить мои книги? Вот пишите мне пароль Bittrex на номер телефона. Это мой личный номер телефона. Его выгодно записать... Думаю, у диалога гораздо больше, чем 3, либо 7. Я не знаю, сколько у них сейчас, это старые данные, где-то 2-3 года. 2-3 года. Вот, значит, города есть не миллионники, с которыми мы работали. Если у вас сразу же возражение, это все в миллионниках. Нет, это не так. С не миллионниками мы тоже работали, и даже были города, где 10 тысяч человек. Поэтому, ребят, всем, кому интересно, пишите мне на сотовый. Вот, пока никто не написал. Ну, вот он у меня с собой, поэтому я сразу же буду получать ваши смски. То же самое можно написать в WhatsApp, то же самое можно мне написать в Telegram или в Viber. В общем, везде я ваши контакты соберу, если вам что-то удобнее другое. Вот. И также, кому интересно также внедрить инструменты, которые я буду рассказывать, вы можете мне написать пароль внедрения. И, конечно же, значит, тогда мы обсудим. Наверняка многие из вас можно... Ну, задают там вопросы, типа, вот, это дорого, наверное, там, и так далее. Я могу сказать, что, на самом деле, стоимость работы с моей компанией составляет от 15 тысяч рублей в месяц. То есть это небольшие абсолютно деньги. Это при рассрочке на 10 месяцев. То есть это абсолютно адекватные деньги. То есть я первая в России придумала, как сделать такой низкобюджетный консалтинг, так скажем. Потому что раньше я продавала проекты за 2 миллиона, за 10 миллионов. Но я поняла, что не все предприниматели могут такие деньги платить и готовы в нашей стране. Поэтому я сделала тот продукт, который у меня есть. Основным я занимаюсь комплексным внедрением изменений в отделах продаж и маркетинга от своих клиентов, о которых рассказала. Ну и сейчас я бы хотела вам рассказать... Ой, что-то не туда мотнуло. А как выйти отсюда? Так, сейчас. Уже про битрикс пошло. Так, сейчас. Да, все. Надеюсь, сейчас пойдет нормально. Так, что-то видео какое-то битрикса у меня почему-то появляется вместо презентации. Сейчас попробую. Происходит. Так, это что-то неправильное. Одна презентация наехала на другую, мне кажется. Да, они подрались. Сейчас мы их разведем по разным углам, чтобы было все красиво. Тогда я начну пока рассказывать. Вы мне тогда включите сразу со слайда про мотивацию. Первый... Ну, с первой ошибки. Соответственно, первая ошибка, которую допускают большинство предпринимателей, значит, что это за ошибка? Эта ошибка называется неправильная настройка системы мотивации. И, к сожалению, если отдел продаж работает неэффективно, чаще всего с этим проблемой. Но какие здесь допускают ошибки? Первая проблема, которая есть, это, соответственно, относящаяся, например, к тому, что просто платится процент продаж. Если у вас просто процент продаж, он одинаковый, не зависит ни от чего, то ваша продажа не работает. Как нужно делать? То есть нужно поставить себе план по прибыли годовой, нужно сделать декомпозицию до каждого месяца, нужно внутри этой прибыли разбить на новых и текущих клиентов, нужно разбить на все каналы, которые есть, дистрибьюторы, прямые продажи, входящий трафик, исходящий трафик и так далее. Дальше внутри канала сделать отдельную воронку по лидогенерации, по новому и по текущему, и таким образом получить планы на каждый день каждого сотрудника и по выручке, и по оборотам, и по тем действиям, активности, которые он должен совершать. Приведу пример, как это устроено, например, в компании моего клиента. Например, клиент занимается станками, оборот составляет порядка 500 миллионов в год, и мы у него сделали следующее деление оргструктуры, отдельно поделили на крупный бизнес, кто занимается крупными клиентами с оборотами от 10 миллиардов рублей, отдельно, кто занимается малым-средним бизнесом, мало-средний разделили на входящий-исходящий, и на исходящем контакте сделали следующую мотивацию, то есть поставили план по продажам в обороте по марже на каждого сотрудника, и дальше, если план делается менее 80%, он получает 0, от 80 до 100% и 2x, если делать свыше 100%. Также можно сделать еще 3x%, если он делает свыше 120%, но эти 3x% платить с разницей между 120% и 100%. Также мы сделали KPI по трафику разговоров, по количеству эффективных звонков и по количеству запросов. Вот яркий пример того, как должна выглядеть мотивация. Мотивация очень сильно зависит от организационной структуры, и если у вас неправильная оргструктура, у вас будет сложности возникать с мотивацией, следовательно, с результативностью отдела продаж. В отделе продаж нужно для корректной мотивации использовать принцип деления, принцип деления Генри Форда, и такой принцип, он позволит вам выйти на другие показатели, потому что когда Форд внедрил разделение труда на производство, конечно же, у него в 200 раз выросла эффективность производства. Поэтому я могу сказать то, что здесь важный момент, то что мотивация должна соответствовать следующим критериям. Первый критерий – это три раза больше получает тот, кто делает план в сравнении с теми, кто его не делает. Второй принцип – это принцип больших порогов, то есть существенная разница меньше 80 от 80 до 100% плана свыше 100% плана. И следующий принцип – принцип Дарвина – это ниже рынка получает тот, кто не выполняет план, и выше рынка получает тот, кто выполняет план. Вот, то есть это первая ошибка, которую нужно скорректировать для того, чтобы были хорошие продажи. Я понимаю, что внедренцы на это повлиять не могут, но если вы видите вот такой вот бардак, все смешивается, вам будет достаточно сложно и настроить правильные воронки в CRM-системе, и дальше клиенту будет сложно работать, потому что у него будет просто месс, каша. То есть у него и дистрибьюторы, и оптовики, и входящий трафик, и так далее. И тогда внедрение CRM не принесет никакого результата, потому что автоматизируя хаос, ты хаос еще, скажем, масштабируешь, потому что, ну, по сути, скажем так, беспорядка не работает. Вот. Вот как должен работать отдел продаж? С хорошей мотивацией это выглядит как пчелиный рой, да, как пчелиный улей. И вот если вы заходите в свой отдел продаж, но этого не видите, то это яркий пример того, что, ну, как бы, что-то у вас не срослось. Денина, передам направление презентации. Вроде бы все появилось. Ага, только у меня что-то оно не управляется. Так, с тристрелками не получается? Управляется оно медленно. Так, сейчас. А тут нету каких-то вот стрелок внутри? А я сейчас думаю вот так, потому что... Внизу в интерфейсе есть стрелочки, они, по идее, работают. Если мышки нажимать, да. У меня просто они не выходят. Значит, итак, кто самый дорогой в продажах? Основное, естественно, вы платите с бонусов, и примерная составляющая, оклад составляет 30%, 10% соответственно мягкий оклад, и бонус составляет 60%, вот, от совокупного дохода. Поэтому, опять-таки, рекомендую вам сделать так, чтобы была такая пропорция. Поставьте цифру 1, у кого мотивация, как вы видите, уже не очень правильно настроена, для того, чтобы мне понять, сколько таких компаний присутствует. Потому что если у вас нет KPI, если у вас нет мягкого оклада, то мотивация не очень хорошо работает. Вот, и, конечно же, вам нужно идти и это настраивать. Вот, кто хочет, чтобы мы помогли вам настроить, вы можете обращаться, мы с удовольствием поможем. Если давно вас мучает этот вопрос, вы ходите и не справляетесь. Следующий важный момент и ошибка – это отсутствие конкуренции. В тех компаниях, в которых работает один менеджер, или один отдел продаж, или один фермер, один клоузер, один хантер, то есть один человек с одинаковыми задачами, то есть это не работает. Еще Сталин придумал создавать несколько команд с одинаковыми задачами для того, чтобы делать больший результат. И я могу сказать то, что во всех компаниях, в которых мы внедряли конкуренцию, был рост продаж 30%. Поэтому если вы вдруг видите, что у вас та самая ситуация, то, соответственно, у вас, значит, не работает. Вот здесь есть вопрос. Оклад к рынку как относится? Смотрите, оклад в разных регионах по-разному измеряется. Я рекомендую следующую формулу. Снятие однушки на двоих делим на два, плюс продукты из магнита за 12 тысяч, плюс 2 тысячи рублей на проезд. Но опять-таки есть должности, в которых оклады сильно выше, например, это IT и еще что-то. Значит, как быть, если продолжительность сделки от месяца? Абсолютно точно так же быть. У меня куча клиентов, кто продает арматуру, автобусы, технические фильтры, и все то же самое. Нет здесь никакой специфики. Ну, вернее, она есть по KPI, по встречам, то есть немножко другие цифры, но как бы это уже обсуждается индивидуально, потому что тут надо разбирать конкретно, какой у вас рынок, и давать точечную консультацию. Какая структура ZP-ROP? Абсолютно то же самое. У ROP в регионах оклад 50, в Москве примерно 70, плюс KPI 15-20 тысяч, плюс бонусы. С бонусами совокупно 150-200 тысяч, в зависимости от региона, должен ROP получать при выполнении плана продаж. Это важный момент. Это когда, важный момент, еще как ставятся планы, тут тоже совершают некоторые предприниматели ошибку. Что это за ошибка? То есть, соответственно, план ставится на точке безубыточности, например, да, и когда план ставится на точке безубыточности, то собственник платит зарплату и плачет, потому что он раздал всем бонусы и остался в минусе. У меня был такой клиент, дезинфицирующий завод, я ему увеличила продажу со 100 миллионов до 412, Интерсент Плюс компания называется, это у него был тот самый момент, план на точке безубыточности, точка безубыточности была 10 миллионов, у него было то 10500, то 9500, то 9300, то 10700, и вот так вот продолжалось прям в течение всего года. Поэтому обязательно планы ставить запасом, их 100% ваши 120, их 80% ваши 100 в совокупности, и у ROP есть люфт, то есть у него также ресурсов больше на 20%, чем то, что он должен сделать. То есть, когда вы складываете сумму планов менеджеров, они должны получиться как 120% от плана ROP. Значит, друзья, опять-таки, все, кто хочет в это погрузиться, отправляйте мне на телефон смс-ку, настроим с вами все вместе, потому что перед внедрением СРМ-ки, конечно же, нужно навести порядки. Если вы чувствуете, давайте единичку поставьте те, у кого нет конкуренции сейчас, то есть у вас один отдел продаж или один менеджер, или вы чувствуете, что к вам приходят люди, вас шантажируют и говорят, мы не будем, мы уволимся, вы не можете ими управлять, у вас нет системы найма эффективной. То есть вот это все приведет к тому, что продаж не будет нормальных. Значит, нет процесса по работе с отвалившимися клиентами. Очень важно настроить такой процесс по возврату клиентов. И что здесь важно? Важно фиксировать таких клиентов и проводить работу по их возврату. Я приведу пример, как мы сделали в компании, которая занимается оптовой продажей цветов. Мы вернули 7 миллионов выручки в неделю, просто за счет того, что отправили букет цветов и написали. Очень скучаем по вам, просим вернуться, собственник компании такой-то и мобильный телефон. И написано Игорь. И мы все написали, и вернулось 70% клиентов, поэтому мне кажется, это классный процесс, который нужно отработать. Если говорить, кстати, про интернет-магазин продуктов, это тоже актуально. Вы можете возвращать и давать 300 рублей на следующую покупку, например, и так далее. Интернет-магазин продуктов, все продажи входящих звонков от физиков, быстрая покупка. Нужно ли ставить план продаж? Конечно, нужно, потому что план продаж будет зависеть от входящего трафика лидов, от конверсии среднего чеха. Мало того, в продуктовом магазине мы работали с компанией «Едок», это продуктовый магазин. Мы внедрили разделение на тех менеджеров, которые работают с новой базой, тех менеджеров, которые работают с текущей базой. Это дало колоссальный рост, поэтому я рекомендую здесь еще сделать такое деление, замерять также отвалы, привязывать мотивацию фермеров к отвалам и, соответственно, также спрашивать бюджет на продукты питания месяц у клиентов, понимать, сколько они берут у вас, сколько берут у других, и всячески наращивать эту историю. В смысле «не зависит». Ну вот, человек думает, что от них не зависит. Просто не знает, что планы продаж нужно ставить от входящего трафика, среднего чека и конверсии. Клиентов-то много, да денег у них мало. Денег мало – это значит, ценность продукта не можете объяснить, поэтому я могу сказать, что нужно послушать звонки и понять, как ваши менеджеры презентуют продукты и разговаривают ли они на ХПВ и формируют ли они потребности через спин. Обязательно проставляйте причины отказа в форонке продаж, потому что сможете это все проанализировать, скорректировать работу и так далее. И, конечно же, следующий момент, который важно внедрить, это рейтинг НПС. Обязательно замеряйте по клиентам. Для этого необходимо привлечь внешний колл-центр, который будет замерять НПС, индекс net promoter score. Значит, он считается следующим образом. Из общей доли опрошенных девятки-десятки вычитается из общей доли опрошенных шестерки и меньше. И таким образом вы получаете процент. Желательно, чтобы он был выше 80. У меня в компании выше 80 этот процент, даже так вот выше 90. Поэтому мою компанию рекомендуют, из рук в руки передают. И у iPhone, например, НПС 86%. Поэтому прочитайте про эту технологию, внедрите оценку через внешний колл-центр. Особенно касается продуктового магазина, кстати говоря, потому что такого никто не делает. Это будет очень круто работать и говорить о вашем сервисе. Вот. Поэтому, опять-таки, вот этот инструмент, он очень действенный. Если вы его настроите, вас будет больше советовать и рекомендовать. Следующий момент – это менеджеры не знают пенетрацию в клиента, то есть не знают долю. Вам нужно опрашивать своих клиентов, сколько они покупают у других, сколько покупают у вас, какой у них бюджет на данный продукт и, соответственно, соотносить эти две вещи и спрашивать, что сделать, что в следующий раз вы купили у нас 100% из-за своих объемов. И вам люди расскажут, что сделать. Вы это делаете, постепенно забираете полную долю. Вот. Поэтому я могу сказать, что очень важно мерить эту долю. Это касается всех продаж с LTV, Lifetime Value, где клиент покупает из месяца в месяц. То есть, если у вас такие клиенты есть, магазины детских товаров, магазины продуктов, магазины цветов, не знаю, в общем, разные варианты. Ну и, конечно же, обычные оптовые компании типа зерна, топлива и так далее. То есть, везде, где есть текущие клиенты, везде, где они покупают, это работает. Поставьте, пожалуйста, цифру один, кто это не делает, кто не ставит планы по текущим клиентам. В общем-то, это все не настраивает. И, конечно же, я могу сказать, что рост 30% продаж возможен вот от этой простой техники. Здесь представлены примеры отчетов. Я сейчас не буду в это погружаться, потому что у нас мало времени по измерению мощности, по измерению доли. Мы это все с вами же. Кому будет интересно, более подробно уже пройдем вместе и настроим вместе, потому что все-таки я шла к этому 10 лет, навряд ли за 30 минут получится прям хоп. Я вам краткий экскурс, вы берете там 2-3 инструмента, внедряете, у вас растут продажи. Смотрите, что расскажете про IT-услуги, в частности, про облака. Вадим, вы не поверите, но у меня был такой кейс. Это подразделение Ланита Алланта. Мы с ними работали и строили с ними систему продаж. Соответственно, что я про них скажу? Ну, как бы, опять-таки, там делится на крупный бизнес, на малый и средний бизнес, малый и средний бизнес. Это одни люди продают, допустим, на входящем трафике или на исходящем, и крупный бизнес другие люди продают. И вот в малом, среднем бизнесе там тоже делится на новых и текущих клиентов, и в крупном также вы передаете на тех же самых фермеров. Поэтому в облаках все то же самое происходит. Нет никакой разницы. Я работала с компанией, у которой 2 миллиарда оборотов в этой теме. Поэтому, ну, я очень хорошо эту тему знаю. Так, что здесь пишут дальше? Сейчас вот. Так, мне понравился шаблон ваших кейсов, презентации. Очень прикольный. Спасибо. Добрый день, Екатерина. Был ли опыт с логистическими компаниями? Конечно. Транспортная, складская логистика также делится на новых клиентов и текущих, новых холодными звонками, текущих фермеров плюс логистов. Соответственно, такая структура оптимальна, настраивается на битриксе полностью серым. Работали с продажами готовых решений на базе 1С? Конечно. Мы работали с первым битом, мы работали с маленькими всякими подрядчиками, например, эти... Так, сейчас не вспомню. Не вспомню. Сейчас у нас прям есть ребята, которые серьезных результатов добились по 1С. У нас была и автоматизация кредитных организаций, автоматизация просто отделов продаж. Столько новых терминов, не всегда понятно, о чем идет речь. Ну, это хорошо, значит, вам есть куда идти. У нас Юра Струги, услуги, школа бизнеса Турова, сложно возвращать старых клиентов, постоянно ищем новых, но закрываются не быстро. Вам нужно входящий трафик. Your team speaks English. Yes, I do. I have upper intermediate level. Значит, можете работать со мной, мы работаем и с Америкой, и с другими странами, и вообще, ну, то есть, спокойно были кейсы в Лос-Анджелесе, в Сан-Франциско, в Арабских Эмиратах. Мебельные салоны недавно отработали, кстати, с Кухни Сити. Кстати, они настроили Bittrex, вот, по моей рекомендации. Имейте в виду, что я вас посоветовала такой крупной компании, вот, и действительно, это все работает. Значит, кто хочу настроить CRM? Прекрасно. Значит, менеджеры не знают продукт. Следующая проблема, которая ведет к плохим продажам, что нужно сделать? Во-первых, нужно сделать тестирование по продукту. Как правило, тесты из 600 вопросов, они выпадают рандомно. Я рекомендую, такое есть, iSprint, по-моему, называется, и там можно делать систему обучения, и можно делать непосредственно тестирование. Мы используем свои компании, у меня менеджеры все проходят обучение, у меня есть навыковое обучение, есть продуктовое обучение. Соответственно, благодаря этой системе, в принципе, менеджеры достаточно быстро выходят на план. Ну, отлично, да. Отправляйте мне смс-ку Али Килик, это, наверное, турецкое имя, вот, производитель оборудования медицины, тоже есть кейс, работали. Смотрите, я уже работала со всеми нишами, поэтому давайте, просто чтобы в чате не отвечать, пишите мне внедрение и свою нишу. Если опыт такой есть, мы вам позвоним и прямо проведем аудит того, что у вас есть, то есть менеджер вам позадает вопросы и уже скажет, как можно с нами поработать. Вот, поэтому внедрение ниши в смс-ку. Я сейчас в чате напишу еще раз телефон для тех, кто не успел записать, чтобы мы на этом не останавливались, а то не успеем сейчас остальное обсудить, у меня очень много слайдов, но так нацелилось вам по максимуму контента дать. Значит, ну, по продукту обсудили, вот, есть система, по которой мы все настраиваем, я на самом деле, поскольку в отделе обучения Альфа-Банк работала, очень хорошо тему знаю с системой обучения внутри компании, которая должна быть настроена. Это и учебники по продукту, навыковые тренинги, модульное обучение, тестирование, в общем, очень много-много всего. Следующий момент, это нет навыковой модели сотрудников. Что это означает? То, что вы вообще не понимаете, как строится первый, второй звонок, какие поведенческие индикаторы должны менеджеры делать для того, чтобы закрывать сделку. И в рамках навыковой модели первое, что настраивается, это сама навыковая модель, по ней строится система обучения, и второе, что настраивается, это вот такие вот чек-листы, по которым полевое обучение проводят тренеры, по которым занимаются робы с менеджерами, и такой лист, на самом деле, по времени разработать занимает 15-20 минут. То есть это очень быстрые инструменты, безбюджетные, которые позволяют вам увеличить продажи в 10 раз, если вы внедрите все, и 20-30%, если внедрите там 20% от того, что я даю. Значит, приведу пример, допустим, работали с компанией Русич, они внедрили 100%, рост был с миллиарда до 8 в год. То есть вот 100% внедрение, очень крутой результат. Поэтому старайтесь даже вот немножко с вебинара использовать, и уже будет вам счастье, как говорится. Блок обучения можно реализовать в битриксе в воронках бизнес-процесса? Ну, я не думаю, что этот инструмент прям подходит под это, да? Я думаю, что у битрикса есть вот этот портал по обучению. Ребята расскажут более подробно, есть ли там тестирование и так далее. Можно ли там как-то это все закольцевать и проверять, что люди проходили. Я думаю, что там можно это все сделать в базе знаний. Вот. Соответственно, спросите во второй половине. Просто с этим функционалом я менее знакома, потому что использую другую систему. Значит, нет функции по работе с текущими клиентами. Естественно, если вы выделяете отдел фермеров, у вас сразу... А, вы утверждаете? Супер. Отлично. Значит, у вас сразу появляется возможность работы с текущими клиентами и что там можно делать. Ну, во-первых, нужно замерять миграции клиентов... Во-первых, воронку по текущим клиентам замеряем отдельно, потому что там будут отдельные цифры, и часто компании смешивают эти задачи новых и текущих, получают неверную статистику. У меня лично было несколько кейсов, когда я разделяла воронки и увидела просто, что по новым клиентам очень печальная статистика. В части я работала с компанией, которая занимается детской обувью, у них более двух тысяч клиентов, десять тысяч потенциальная база, и, в общем-то, разделение клиентов на отделов продаж на тех, кто работает с новыми клиентами и тех, кто работает с текущими, нам позволило сделать следующее, то есть они вышли на объем сто новых клиентов ежемесячно, просто за счет этого разделения, представляете, при среднем чеке sv.su их сайт, можете их посмотреть, я с ними работала, лично вела проект, и, в общем-то, там, поскольку клиенты – это розничные магазины обуви детской, да, то есть, поэтому вот это очень круто сработало. По текущим клиентам что еще важно замерять? Миграцию клиентов из категории в категорию, то есть как они мигрируют, обязательно делать ABCX, YZ-анализ, это стандартный отчет в 1С, который вы можете делать, и смотрите, как меняется оборот, соответственно, этих клиентов. Замеряйте эффективность портфеля у каждого менеджера, по каждому клиенту выставляете планы, есть более продвинутая версия установки планов, это когда вы внутри каждого клиента выставляете план по SKU, то есть по каждому, по каждому продуктовому, да, так скажем, направлению вы выставляете отдельный план, ну, к примеру, там по, не знаю, кухням отдельно, по сантехнике отдельно и так далее. Средний чек 50 тысяч по детской обуви – это опт? Да, это опт. Значит, следующий момент – это вот качество портфеля, здесь как раз представлена визуализация, все визуализации вы можете делать на базе дешбордов, то есть из битрикса вы можете выводить данные на дешборды, типа Google Data Studio или типа Power BI, соответственно, и выводить это все на доски специально, у меня это выведено, очень круто работает, потому что вы видите сразу это все в динамике. У одного менеджера, который занимается текущей базой, может быть, от 50 до 200 клиентов в зависимости от ниши. В логистике, например, это 70, не знаю, там, в оптовой продаже обуви – 50, то есть тут уже смотрится по нише и количество фермеров нарезается согласно базе текущей. В продуктовом магазине в розничном то же самое, то есть просто у них, я думаю, что он может 150-200 клиентов ввести, каждую неделю звонить и спрашивать, что готовы заказать на этой неделе, и это уже будет суперкруто, потому что, вы знаете, ни один продуктовый магазин, вот я заказываю в Утконосе, в Перекрестке, так не делает, это очень печально, потому что я заказываю в месяц примерно на 50-70 тысяч, но мне даже не звонят. То есть представьте, какие объемы могут быть, тем более, что в онлайне не всегда так важна цена по продуктам, никто не ходит, в основном аудитория, которая некогда заказывает, и они на цену уже смотрят, но не так. Значит, дальше, смотрим регулярности отгрузок, смотрим, каких мы клиентов передавали в отдел фермеров, смотрим взаимодействие с текущей базой и активность, рентабельность по каждому клиенту, по группам, оборачиваем и смотрим вторую-третью покупку по текущим клиентам, постоянных клиентов, считаем, lifetime value. То есть вот эти все данные, которые вы должны по текущим клиентам посчитать. Значит, следующий момент, это нужно назначать ответственных по работе с новыми клиентами. Приведу интересный кейс. Я работала с компанией по опалубке, мы там разделили на новых и текущих. Раньше компания привлекала 50 клиентов нового в год, но стала привлекать столько же за месяц. Через год их выручка выросла с 650 миллионов до миллиарда 200. Только за счет одного элегантного решения, простого, просто сделали отдел продаж по новым клиентам. Поэтому обязательно это делайте, и здесь весь секрет в правильной мотивации такого отдела продаж, он мотивируется не на выручку, а на количество продаж первичных от клиентов разных категорий. Отдельная сумма платится за клиентов в категории А, другая за Б, за Ц, меньшая сумма. И платится в зависимости от количества этих клиентов в месяц. Меньше 5, например, это 100 рублей за клиента, от 5 до 10, там еще сколько-то, например, там тысячу за клиента и свыше там 10, например, там, не знаю, 5 тысяч за клиента можете платить. Поэтому здесь вот такой подход интересный, я его сама разработала, придумала, внедряя его в все компании, он очень круто работает и отзывается, действительно дает результат. И мне кажется, при делении на новых и текущих это ключевая ошибка, которая совершает неправильная мотивация на проценты, поскольку выручка по новым клиентам маленькая, это вообще не мотивирует персонала, и люди постоянно ротируются и уходят. Следующий момент это система визуализации результатов, что я здесь рекомендую сделать, это обязательно настроить дешборды, обязательно настроить интеграцию битрикса, например, какого-то чат-бота, если у вас удаленная работа, который будет показывать результаты прямо в чат-боте, будут там рейтинги сотрудников строиться и так далее. В общем, такой своеобразный дешборд. То же самое, настройте дешборды на базе Google Data Studio, если вы находитесь в офисе, обязательно повесьте доску, называется это Whiteboard System, то есть, соответственно, на которой вы будете писать процент выполнения плана на текущую дату по каждому менеджеру. Возьмем, к примеру, август. У вас план, не знаю, менеджера 5 миллионов, делите на 22 рабочих дня, умножаете на количество отработанных, сейчас мы отработали, получается, 8 рабочих дней, вот, получаете факт на текущую дату, который должен быть. И факт текущий, делите на этот факт на текущую дату и, соответственно, естественно, получаете сразу же процент выполнения плана, план прогноз, так называемый, который, соответственно, позволит вам, который позволит вам немножко по-другому взглянуть на ситуацию. Когда внедрите, как говорится, поймете. Обязательно научите менеджеров формировать ценность. Я в этом году открыла свою школу продаж. Если вам нужно обучать менеджеров, отправляйте ко мне. У меня, соответственно, 16 тренингов, в том числе по спину, по ХПВ, в общем, по всем технологиям продаж. И, конечно же, это вам поможет нанять кого-то внешнего, кто бы с этим и отработал. Следующий косяк, который есть в компании, это отсутствие внедренной СРМ-системы. Что здесь, какие ключевые ошибки компания при внедрении СРМ, соответственно, допускает. Первое. Есть сделки с просроченными задачами. То есть нужно их фиксировать, убирать, поставить задачу робом, что если будут такие сделки, то будет штраф. Второе. Есть сделки без задач. То есть это означает необработанные лиды. Дальше. Работа ведется из контрагентов, не из сделок. Это неправильно. Значит, нет методических материалов по работе в СРМ. Обязательно надо писать методичку по тому, как использовать СРМ. Это сокращает путь адаптации. Плюс можно тренинг по работе в СРМ сделать на базе Битрикса. Нет интеграции с сайтом. То есть не все контакты в СРМ заводятся. И получается, менеджер какие-то контакты вносит, какие-то не вносит. И он как оценивает. Это бабушка, это дедушка, это надо, это не надо. Не все сделки ведутся в СРМ. То есть холодные звонки тоже не заводятся. И часть отчетов заполняется вручную. То есть это тоже неправильно. Нет настроенной воронки. Вот это основные косяки. Знаешь, интересный момент сейчас. Вот неправильная формула. Все думают, что конверсия считается не количество положительных, деленное на количество определившихся, а считает количество сделок к лидам зашедшим. Вот это неправильный подсчет. Вот. И в Битриксе тоже по-другому считается. Поэтому обратите на это внимание. Считайте конверсию правильной. Обязательно настройте все цифры и, конечно же, все срезы воронок. Какие срезы воронок должны быть на дэшборде? Новые текущие воронки по лидогенерации, по каналам продаж, по продуктам, по целевой аудитории, по регионам. Что влияет на конверсию воронки, если она маленькая? На что нужно обратить внимание? Первое – квалификация персонала. Второе – это точки контакта. Они не вау, они не конвертируют. Плохой коммерческий, плохой сайт, значит, неправильные письма и так далее. Продукт. Если у вас низкий НПС, не будет работать, если вы не конкуренты, то не получится продать снег зимой. Это было, когда не было интернета, когда никто никого не мог найти. Заходит ли в воронку целевой клиент, поэтому нужно сделать обязательно этап в воронке, квалификация, определение целевого или нет по критериям. И бизнес-процесс. Если вы некорректно настроили процесс, процесс настраивается под нишу, в зависимости от того, как работают конкуренты, то у вас не будет корректных продаж. Яркий пример был у меня, когда по септикам отменили люди встречи, продажи упали в два раза. Так, виды ворона. Лидогенерация, лидоконвертация, текущие клиенты. Также в структуре по каждому каналу продаж делается отдельная воронка. По дистрам одна, по сетям другая, по оптовым продажам третья, по конечным клиентам четвертая, по входящему трафику пятая и так далее. То есть вот здесь вы должны очень хорошо понимать структуру того, как строятся продажи, как все поделить и, в общем-то, смочь перестроить. Следующий момент, который важный, это, конечно же, настроить все цифры, которые нужны в воронке правильно, и правильно настроить этапы. Вот здесь некоторые примеры отчетов, которые могут быть на дешбордах. И, конечно же, сокращение, увеличение конверсии, сокращение длины сделки дают рост продаж. Какие задачи решает CRM, не буду вам рассказывать. Я думаю, здесь аудитория уже продвинутая. Я хотела рассказать просто о каких-то моментах. То есть заводить сделки по текущему клиенту автоматом, интеграция с e-mail, соцсетями, с такими, с мессенджерами, как WhatsApp, например. Очень классно Bittrex с ними интегрируется. Я видела, очень круто работает. И там можно через дополнительные сервисы настроить еще бота, который будет переписываться за ваших менеджеров. Заведение автосделки при условии покупки автопродукта. Можно настроить в Bittrex инструмент роботы, который позволяет вам показывать различные рекламные объявления на различных этапах. Также настроить роботизированное распределение лидов, дешборда в Телеграме. И, собственно говоря, важный момент, что обучить всех сотрудников работать в СРМ и платить только за сделки, заведенные в СРМ. Что еще можно настроить? Есть такой сервис, как Infobot. Это прозвон. Вы можете настроить прозвон по НПС автоматизированный. Вы можете сделать, например, Infobot, таки внедрить в СРМ маркетинговые инструменты, когда по клиентам, которые оплатили, вы сделаете супер-офер. Мы наработали с санаторием «Урал». Прост-продаж в два раза с 10 до 20 миллионов в месяц. Они прозвонили просто, сели в базе за 30 минут, прозвонили 7 тысяч контактов, получили 5 тысяч входящих обращений с офером бесплатный массаж тем, кто оплатит заранее отдых в санатории. Вот. Поэтому на самом деле есть очень много моментов. И на что здесь еще обратить внимание? Это СМС о прочтении коммерческих. Очень классная история. Потом интеграция со всеми системами коммуникациями. Значит, ну и далее. То есть автоматизация холодных звонков. Автоматизация холодных звонков может осуществляться через сервис «Скорозвон». Он интегрируется с Bittrex. Там можно делать 200-150 звонков, соответственно, просто прям в день на сотрудника. И, конечно же, по скриптам сервис, который тоже интегрируется в Bittrex, подкрепляется к этапу воронки. Можно настроить. Это тоже позволяет увеличивать продажи. Какие этапы продаж скриптуются? Скриптуется выход на LPR, обработка входящего и получение запроса от LPR. Когда вы производите общение уже по коммерческому предложению, этот этап не скриптуется. Не скриптуется также этап, где сложный LPR. Ну и здесь различные, различные у нас есть моменты, которые можно настраивать. И у меня, кстати, если говорить про розницу офлайн, сейчас даже есть очень классный кейс. Мы настроили систему записи разговоров в точке, такие бейджики с записью, и слышали просто все, что говорят менеджеры, это привело к просто продажам в два раза. То есть, по сути, розница стала таким немножко тоже онлайном у нас. Поэтому инструментов много. И, значит, следующий момент, который хотелось рассказать, это долго ведут клиентов. Обязательно встраивайте фильтры по длине сделки, настраивайте сделки дольше средней длины, смотрите их, разбирайте индивидуально каждого клиента по таким сделкам и, соответственно, сравнивайте, как это работает. И, по сути, проставляйте отказы по тем сделкам, которые, так скажем, дольше длины. Мы ставим видеокамеры и контролим по чек-листам тайный покупатель 24 часа. Ну, смотрите, видеокамеры не всегда слышно. Эти бэджики, они лучше работают. То есть, как бы, ну, опять-таки, смотря в какой точке. Если у вас маленькая точка 20 квадратных метров, это одно, там, видеокамеры ок. А если у вас точка 150 квадратных метров, и менеджеры ходят, да, то, соответственно, тут немножко по-другому все работает. И также не нужно делать ошибочные этапы в воронках. Что за ошибочные этапы в воронках? Звонок, встреча, клиенты думают, недозвон и переговоры. Вот это этапы просто ошибочные. Их нужно заменять на этапы, которые четко будут понятен результат. Вот, потому что иначе они будут все скапливаться в этой воронке, воронка превратится в коньячку. То есть, они будут падать до определенного этапа, и потом, соответственно, не конвертироваться, да, зависать там. Менеджер не будет проставлять отказы, и за счет этого будет некорректная статистика по данным, которые ведутся в СРМ. Друзья, ну что, поставьте цифру 1, у кого вот не настроены все эти вещи, у кого не настроены они, и вы чувствуете себя немножко так, ох, 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 эти продажи, что вы делаете, прекратите. Вот, значит, что я рекомендую сделать, да, вы можете написать мне внедрение на телефон. Я, кстати, очень много сообщений получила. Спасибо вам. Это очень круто, на самом деле. Видно, что аудитория интересующаясь. И я хотела сказать, что на самом деле, как я вижу, что с 20 сентября у нас будет вторая волна, и для того, чтобы к этому подготовиться, лучше сейчас пойти и заняться своим отделом продаж, чем это делать уже, когда все плохо, да. Поэтому обязательно, ну для кого-то, наоборот, хорошая новость, потому что продукты онлайн явно будут хорошо, там в два раза растут продажи. Но опять-таки, чтобы это все перерабатывать, нужно качественно все настроить. Вот, поэтому пишите. Я повторюсь на мой номер телефона, он так немножко уже, конечно, канул в лету. Вот, внедрение. Не будем с вами внедрять все эти моменты. На самом деле, чтобы это все внедрить, нужно всего полтора месяца. Мы за полтора месяца, за шесть недель это все делаем, помогаем, даем подрядчиков по внедрению битрикса, соответственно, с которыми мы уже работали, они проверены и так далее. В общем-то, в принципе, но сначала первично наводим порядок в отделе продаж. Второй волны не будет. Надежда, не будет, так не будет. Я лично делаю два сценария. И такой, и такой. Мне уже сказали, что с 20 сентября там, типа, готовят пропуска. У меня в Сбербанке работают люди, они готовят реально уже пропуска. Я не знаю, может, они готовят на всякий случай. Но лучше подумать, что все-таки будет какая-то волна, и лучше быть к этому готовым, чем не готовым, чем быть в позитивном ключе. То есть, значит, дальше очень важно с точки зрения менеджеров настроить мотивацию на комплексность продажи, на средний чек. Есть инструменты, которые позволяют увеличить средний чек. Их на самом деле более 25 инструментов. И, конечно же, они, вот прием 3 по цене 2, прием больше объем просто продавать, прием продавать наборами, отработает и в услугах, и в опте, и так далее. Вот. Минимальная закупка, кстати, вот с этими по обуви мы применили этот прием, у них продажи выросли на 20%. Вот. Также я могу сказать, что важный момент, это чтобы робот закрывал сделки. Если вы видите, что это не происходит, нужно понять причину. Ну и, конечно же, должна быть серьезная система найма. На своей программе я рассказываю, как это делает Альфа-банк. Мы настраиваем это в компаниях, мы ставим HR, HR делает холдинг, холодные звонки по базе резюме, мы формируем воронку найма, делаем, соответственно, непосредственно так, что увеличиваем конверсию в продажу, прорабатываем все скрипты этого HR, и, в общем-то, таким образом настраиваем систему. Как это должно работать? 100 звонков в день, исходящих 20 приглашений на интервью, согласилась прийти, 10 пришло, из 10 выбрали троих. Это то, как это должно работать. И на следующий момент – это работать не с целевым портретом клиента. То есть если у вас работают не с целевыми клиентами, вы будете делать много активностей, но продаж не будет. Поэтому обратите, пожалуйста, внимание, с кем работают ваши люди, действительно ли те, кто нужно, и старайтесь базу заливать целевых. Я приведу пример. У меня настроена таргетированная реклама, и когда мы настраиваем на всех подряд, через бизнес-сегмент, то оплат не приходит. Как только мы сужаем до предпринимателей с оборотом 300 тысяч в месяц, у нас приходит гораздо больше оплат. Как сужать и что делать, это я расскажу уже подробнее, когда буду с вами работать, потому что это чисто мой лайфхак по таргету. Вот, он уникальный, и это моя стратегия, о которой я уже делюсь на модули политогенерации в своем бизнесе. Значит, дальше. Нет разделения клиентов по величине и значению. То есть очень важно делить клиентов по величине и значению. Вот то, что я вам рассказывала. Крупный бизнес, средний бизнес. Но это характерно для некоторых компаний, например, где разные процессы. Вот в облаках это характерно делать, да, потому что если вы смешаете, то у вас ни нашим, ни вашим не получится, потому что разный процесс продаж. Нет разделения. Следующий момент – это зигзаги выполнения плана. Обязательно настроите отчеты по активности работы, по новым, по текущим. Обязательно пришейте это к KPI менеджеров по продажам, потому что тогда вы будете контролировать ежедневное выполнение планов по активности и получать немножко другие результаты, потому что от планов по активности зависит результат. Все? Я немножко появился. Я борюсь с собой. Мне не хочется завершать вашу часть, честное слово, потому что огромное количество информации, она очень плотная. Я все время вижу комментарии, что можно ли помедленнее, я не успеваю записывать. Друзья, вот комментарии со стороны. Да, такой объем информации, который сейчас Екатерина выдает, запомнить просто, если вы этим не занимались, невозможно сейчас. Это направление, в которое нужно посмотреть и потом прорабатывать дальше. А мы, насколько я помню, во второй части презентации, но до конца нам еще минут 30 можно разговаривать. А если подробно это разбирать, то это, конечно, не один вебинар. Да, поэтому контакты Екатерины есть. Я очень прошу, друзья, если вы заинтересовались и правда хотите сделать что-нибудь, связаться, написать, начать работать и сделать те изменения. Не просто послушать вебинар, вот мы все время об этом говорим. Да, послушать вебинар здорово, это классная мотивация, но дальше нужен следующий шаг. Да, важный момент. Еще раз повторюсь, что вы можете, во-первых, мне написать, я вам пришлю книги. Вот, это я считаю важно. Во-вторых, вы можете написать мне в Инстаграм, я скину вам шаблоны. Да, то есть в Инстаграм мне надо написать Bittrex, значит, Bittrex же мне надо в SMS-ке написать. И также, если кому интересно внедрение, вы просто пишите внедрение, мы с вами работаем, мы увеличиваем вам продажи. Вот, а так, да, конечно, то есть я так постаралась такой сделать как бы экскурс для того, чтобы вы поняли, для того, чтобы вы поняли, как это все работает и насколько это такой системный момент. И опять-таки, что если вы настраиваете CRM типа Bittrex, у вас сначала должны навести порядок. Вот если вы, соответственно, так скажем, делаете так, что вы пытаетесь настроить Bittrex и потом думаете, как навести порядок, то это не очень эффективно, потому что Bittrex, он не может вам оргструктурой поделить. Это вы должны сами сделать, к сожалению. Подумать, а у вас не получится. Сначала подумать, потом сделать. Да, вы должны все придумать, как архитекторы, как будет работать. И Bittrex, он является фундаментом, да, то есть вы придумаете, какой должен быть дом, как он должен быть настроен, потом вы внедряете Bittrex как фундамент, и потом вы на это накладываете людей, кирпичи там, какую-то краску, да, то есть вот, и тогда оно держится. А если вы, не знаю, там, во-первых, без фундамента начали, да, то есть просто в Excel что-то там делаете, или вообще какую-то CRM-ку поставили, малоизвестную, у которой там три коллеги программиста, или вообще сами начали писать CRM, что еще хуже, просто я всегда привожу такой пример, что, ну, вот как бы в Bittrex сколько у вас программистов работает? У нас больше 300 человек уже, из них там очень много. 300 человек с зарплатой 100 тысяч рублей, это 30 миллионов в месяц. Bittrex уже больше пяти лет существует, вот умножаем 150 миллионов, а, подождите, 30 миллионов, это 300, да? В общем, очень много получается, да. Вар до рублей вложили ребята в разработку, у вас просто нет шансов это повторить, просто нет шансов, только если у вас есть эти деньги. Поэтому это глупо, брать какие-то, во-первых, другие системы, потому что там нет столько инвестиций в разработку. Во-вторых, глупо делать самим, и в-третьих, глупо, наверное, сначала делать CRM, а потом пытаться разобраться, что у вас с продажами. Поэтому три... Разные виды бизнеса, делать программный продукт и продавать то, что вы делаете. Лучше заниматься своим каждому. Да, да, это очень важно. Друзья, кому из вас интересно, поставьте цифру 2, кому из вас интересно внедрить себе CRM-систему, вот, или докрутить CRM-систему. Потому что, наверное... Вот, я вам настоятельно рекомендую это сделать. Я могу сказать от себя, что если бы у меня не было CRM-ки, у меня 10 тысяч лидов в месяц, я бы не сделала свой бизнес. Это 100%. И это, наверное, то, что меня отличает от других экспертов по продажам. Я знаю, один эксперт по продажам тысячу лидов распределяет руками. У меня вопрос. Какой ты эксперт по продажам не стоит за руками? И слава богу, что ты такой эксперт. Поэтому, ребят, CRM – это то, что делает вас лидерами и более эффективными. Екатерина, огромное спасибо. Да. Все, тогда отключаюсь. Да, счастливо, удачи. А вы можете меня сами отключить? Да, конечно. Удачи. Так, друзья. Сейчас мы с нами во вторую часть нашего вебинара погружаемся. Мы посмотрим на онлайн, на сценарии, которые есть у бизнеса, изменившиеся немножко, на сценарии, которые есть у клиента. И посмотрим применительно к BITREX24, к CRM, какие нам нужно методы поддержки сегодняшних продаж сделать. Точно так же можно в чатике общаться. Коллеги будут отвечать на вопросы по BITREX24, если у вас есть какой-то специализированный вопрос. Прямо можно бросать его в чат. Коллеги видят, смотрят, или я буду одним глазом подглядывать. Так, я уже представлялся, не буду во второй раз. Сегодня поговорю про продажи, продажи в онлайне. И начну, наверное, вот с такой истории, что изменилось. Там в самом верху скриншот из Фейсбука. Но что нового? Да, что нового для бизнеса. Есть несколько пунктов, которые за последние несколько месяцев претерпели такие изменения. Я сейчас раскрою, в чем они происходят. Во-первых, все компании поняли, что нельзя быть только в оффлайне. Вроде бы это не новость для большинства бизнесов. Я, по крайней мере, надеюсь. Но, как мы видим по обратной связи, сначала пандемии, сначала локдауна. Очень многие бизнесы, которые не уделяли внимания онлайну, не прописывали сценарий, не работали в онлайне, вынуждены были очень резко это сделать. Соответственно, это один тренд, когда мы, возможно, вторая волна будет, не будет. Сейчас мы только загадываем и догадываемся. Но если вдруг нам придется в какой-то локдаун уйти из-за этой пандемии, другой или по каким-то другим причинам, там суперпопулярная станет удаленная работа, все разъедутся по разным местам, то нам нужно понимать, что онлайн-канал всегда рабочий, оффлайн-канал наиболее рисковый, если их соотносить. Второй момент – это спрямление канала взбыта. Мы сейчас видим, что бизнес, который раньше производил и продавал, например, через дилеров, совершенно спокойно открывает свой сайт и начинает продавать напрямую, то есть спрямляя канал. У него было сначала к опту, и потом идет уже к потребителю. Сейчас он может работать напрямую к потребителю, и очень многие производства так делают, осваивают онлайн-канал, смотрят, как он работает, и учатся в нем работать. То есть, по сути, они продают и в опт, и напрямую. Второй пункт – это адаптация продукта или услуги под онлайн. И это то, что мы с вами делали, по сути, последние несколько месяцев. Мы экспериментировали с собственными продуктами или услугами, особенно те, кто был завязан на физический оффлайн. Салоны красоты, собирали наборы, как снять волшебный шелак, делали инструкции, клали материалы и отправляли своим клиентам, чтобы в домашних условиях можно было это сделать. То есть, это вот последний пункт – DIY – do it yourself. Рестораны запаковывали продукты, точно так же делали инструкцию, как же это приготовить дома, и точно так же отправляли своим клиентам. Мы подумали, что мы можем сделать со своими продуктами и услугами для того, чтобы их можно было потреблять не в оффлайне, а в онлайне. Это упражнение мы сделали. Если вы нет, то, пожалуйста, подумайте над этим, что вы, в принципе, можете сделать с ключевой продуктой или ключевой услугой для того, чтобы можно было ее дистанционно оказывать. Ну и немножко изменились внутри сценарии. Мы все научились доставлять сами или не сами, или кто-то еще. Мы научились отправлять с примеркой, потому что по-другому не работает, в оффлайн не прийти. Мы начали добавлять пробники, потому что нельзя зайти и понюхать несколько ароматов в оффлайне, опять же, к этому онлайну. То есть, мы приспосабливаемся и все больше и больше будем приспосабливаться. Вижу комментарии, что санатории закрыты, но, к сожалению, да, есть такие сферы, когда без оффлайна совершенно не получается. Но, тем не менее, нам в любом случае нужно что-то придумывать. Если вы прям с санаторий и в оффлайне, то сейчас часть санаториев работали, там есть нормы, по которым некоторым разрешено, тем более сейчас, если вы эти нормы соблюдаете, то что-то можно делать. Но да, конечно, нужно придумывать, экспериментировать и смотреть. Если вы не можете починить автомобиль без физического автомобиля, то, конечно, да, это не перенести полностью онлайн, но часть сценария забрать автомобиль или сделать запись правильную, или в онлайне обсудить и предложить, как это работает. Ну вот, маленький пример. Если крупная покупка того же автомобиля совершалась всегда в оффлайне, то сейчас мы теоретически можем рассматривать покупку автомобиля в онлайне. Тест-драйв, конечно же, хотелось бы пройти, но вот то самое убеждение и работу с клиентом, которое обычно делает менеджер в салоне, рассказывает про машину, сравнивает с конкурентами, такую работу проводит достаточно глубокую, и ее приходится проводить теперь, ну, условно, через мессенджеры. И к этому нужно подойти, правильно подойти, привыкнуть и перестать работать с мессенджерами, как сколько стоит, 25 или там 2 500. Нужно всю ту же самую работу, которую обычно делают в оффлайне, делать в онлайне. Так, идем дальше. Все этапы сделки в онлайне, я чуть-чуть вот сказал об этом, и коммуникации, и презентации, и отработка возражений, и оплату. Мы теперь все вынуждены принимать в оффлайне, по крайней мере, уметь это делать, даже если технически у нас сейчас есть возможность принять ту же самую оплату в оффлайне, или проконсультировать в оффлайне, не исключая ситуации, когда этого будет нельзя сделать. Ну, и последний пункт, который тоже, знаете, не огромная новость, я надеялся для большинства бизнесов, но вот пандемия показала, что нет, многие не думают об этом, это стоимость привлечения клиента, вот CAC, Custom Requisition Cost, продолжает расти, и будет расти все дальше и дальше, и во многих сферах она уже выше, чем стоимость первоначальной покупки. Поэтому мы вынуждены работать над lifetime value, над повторными продажами, над тем, чтобы один клиент покупал нас не один раз, а достаточно много, 5, 8, 12, там, в зависимости от бизнеса уже. Примеров таких есть много, не только в сферах, где покупки регулярные, условно, я покупаю там детское питание, делаю это регулярно, но и автомобили, точно так же считают, какое количество автомобилей я покупаю в салоне, хотя эта покупка один раз в несколько лет, книжки про это написаны достаточно давно, больше 10 лет уж точно. Так, двигаемся дальше, и теперь мы посмотрим на те же самые процессы с точки зрения покупателя, как наши клиенты на это реагируют, но, во-первых, клиенты очень многие вещи привыкли покупать теперь в интернете, ну, то есть попробовали. Если раньше немногие заказывали еду с доставкой на дом, то теперь это рабочий сценарий, и многие попробовали, поняли, что это класс удобно, и так произошло с очень многими отраслями. То есть клиенты готовы экспериментировать, пробовать, и это шанс для тех, кто был только в офлане, перейти в онлайн, для тех отраслей прям. Клиенты дольше выбирают и сравнивают. Можно сравнить в один клик в интернете, если ты покупаешь что-то серьезное. При этом есть немножко обратный тренд, когда мы говорим про подписки. Если я привык, ну, давайте с продуктами кейс, если я привык покупать продукты в каком-то магазине, мне комфортно так делать, то я, наверное, не буду бегать по разным интернет-магазинам, по разным приложениям, чтобы сравнить, где сколько стоит капуста или хлеб. Я, скорее всего, если нормально поставлен сервис, буду продолжать закупаться в одном месте, пока мне не покажется, что ну совсем уж там что-то, либо плохо отработали, либо очень большой чек на корзину, либо что-то экстренное не произойдет. Так я достаточно привязан буду к этому. Ну и клиенты, мы с вами получили разный опыт. То есть мы получили как опыт не очень настроенных процессов, так и достаточно классный, отстроенный опыт компаний, которые могут вложить средства в процессы и подумали об этом. Поэтому мы чувствительны к качеству сервиса. Мы знаем, как хорошо, как может быть хорошо, и требуем этого от всех. И скорости коммуникации, и четкости процессов выстроенных, и реакции, и отношения, много-много всего. Теперь немножко ближе к интерфейсам и к задачам, которые появились в онлайне за последние несколько месяцев. Многим бизнесам, как я уже говорил, которых не было особенно в онлайне, нужно было резко выйти в онлайн. И по опросу, который делали по бизнесу компания Мойсклаб, получилось, что основной эффект от выхода в онлайн, то есть основная скорость и отдача, получилась от соцсетей. Что ожидаемо, разработать интернет-магазин не быстро получается, не в течение нескольких дней. А выйти в соцсети получилось достаточно быстро. Поэтому мы, конечно, говорим, что все каналы, в том числе и социальные сети, обязаны быть подключены к общей CRM-системе. И мы теперь рассматриваем каналы и сайт как канал-источник трафика, и соцсети как канал-источник трафика, и не можем пропускать ни одной заявки фактически. Так, вижу вопрос про видео. Да, будет и записи видео, мы отдадим по той почте, на которой вы регистрировались. Значит, это интерфейс контакт-центра, когда мы говорим, смотрите, все каналы, которые вы обычно используете для работы с клиентами, необходимо подключить к CRM, и можно это сделать. Я вот там перечислять прямо не буду. Это скриншот из VITREX 24. Вы можете подключить и классические каналы, которые всегда использовали, почту, телефонию, сайт, форму сайта, и современные каналы, чаты, социальные сети, площадка Авито, где-то был логотип, не вижу на вскидку. Да, первый в третьем ряду. Соответственно, многие каналы можно просто подключить к CRM для того, чтобы автоматически все данные туда загружались, мы не потеряли ни одного клиента. Это первая, очень ключевая история, потому что по опыту внедрения мы прям видим, каким образом клиенты теряют, то есть бизнесы теряют клиентов, если все эти заявки не посчитаны и не лежат в одной системе. Теперь мы идем дальше, и мы говорим, окей, социальные сети мы используем как группу и привлечение, но есть еще и возможность магазина, который можно сделать в социальной сети, можно сделать в ВКонтакте, можно сделать в Инстаграме, на разных площадках, показать товар. Значит, если товар у вас достаточно простой или не сильно отличается друг от друга, то это рабочий сценарий, так можно делать, вы видите товар, условно, вы делаете украшения, самостоятельно показали, как это выглядит, люди посмотрели, и там завязалась какая-то коммуникация у вас. Вот тут пример с елками под Новый год, значит, несколько фотографий елок, которые отличаются друг от друга по цене существенно, там одна елка 19 тысяч, вторая 10, третья 16, сколько-то еще, и нет возможности детально показать, чем товары друг от друга отличаются. Еще сложнее с услугами, когда вы продаете услугу, и вам нужно объяснить, почему нужно купить услугу по такой стоимости, в чем ваши конкурентные преимущества, и чем вы отличаетесь от других товаров или услуг, которые есть у соседей. И вам нужно об этом рассказать. Социальные сети, к сожалению, не дают такой возможности, поэтому вам необходимо идти в сторону все равно собственного сайта или коммуникации и объяснять там на лендинге, приводить туда трафик и детально рассказывать, даже из той же социальной сети. Каким образом создать сайт? В Bitrix24 есть раздел, называется он «Сайты и интернет-магазин». Вы можете создать сайт самостоятельно, достаточно быстро, из шаблонов, шаблоны есть готовые, можно сделать шаблон под себя, использовать его регулярно, под различные акции, маркетинг, может фактически за там 1-2 часа, сделать шаблон, не обращаясь к специалистам, которые профессионально знают там код или что-то техническое. Прямо в конструкторе сделать такой сайт, использовать его для акций, для рекламы, для экспериментов, для любого трафика, который у вас есть фактически. Так, сайты адаптированы под мобильные устройства сразу же. Вы видите при создании, как они отображаются и на десктопе, и на мобильном телефоне. Это важно критически. Прямо не объясняю, вроде бы уже много раз этот тезис повторили. Сайты готовы к оптимизации поисковой. Там есть и метатеги, можно с ними работать, открывать их для индексации или не открывать от индексации. Есть возможность поставить туда сразу же бесплатный чат. Чат, причем, как обычный чат на сайте, когда вы общаетесь с клиентом неавторизованным. Я пишу просто, что меня зовут Михаил и коммуницирую. И когда вы подключаете соцсети на том же самом сайте, вот есть иконка, я нажимаю на нее, и мне предлагают пообщаться не только в режиме диалога прямо на этом сайте, но и через Telegram, например, или через Viber, через Facebook, через контакт, это достаточно удобно и пользователю, и достаточно хорошо вам, потому что вы получаете контакты фактически этого человека. Если вы общаетесь просто как онлайн-консультант на сайте, контактов человека вы, наверное, не заберете. Хотя чат тоже предлагает оставьте свой телефон или свой имейл, представьтесь и старайтесь забрать такие контакты. Но в случае с социальными сетями вы получаете с мессенджерами, вы получаете прямой доступ к дальнейшей работе. Самое большое, наверное, преимущество интеграции сайтов 24 в CRM это то, что все контакты, которые вы собрали, автоматически попадают в CRM. Как подключенная телефония, почта, точно так же и здесь все диалоги остаются в CRM, вы их совершенно не пропустите. Так, метатеги. Значит, по вопросам немножко пробегусь. Метатеги нет не в платной версии, с сайтами можно работать с ними и в бесплатной версии там можно создать свой сайт. Про Елу. Готовую интеграцию с Елой не видел пока. Нужно посмотреть, ну, или попросить партнеров посмотреть. Так, интернет-магазин. Да, есть два слова, скажу про него. Чем отличается Bittrex24 сайты от Bittrex управления сайтом? Да, тоже скажу два слова. Наверное, даже давайте через пару слайдов Артем отвечу вам про отличие Bittrex24 сайтов от один из Bittrex управления сайтом. Так, значит, теперь идем к следующему этапу, когда мы взяли трафик, поработали над возражениями, например, объяснили, что мы такое продаем, услугу, товар, описали его, мы переходим к следующему моменту. Этот товар нужно показать, ну, каким-то образом, и прокоммуницировать с человеком в дальнейшем, взять у него оплату и сделать доставку. Внутри Bittrex24 есть такой раздел, называется он «Центр продаж», который позволяет либо подключить готовые системы оплаты, разные, либо Сбербанк, либо Альфа-банк, либо Яндекс.кассу, и принимать деньги прямо в чате. Он позволяет сделать в этом «Центре продаж» такой интернет-магазин, в который вы прям с ссылками на товары можете бросать в СМС, в чат, общаетесь с человеком, и бросаете ему ссылку либо на сам товар, чтобы посмотреть, либо на карту, как проехать, либо на оплату уже. Я сейчас переключусь на небольшое видео, чтобы вам просто продемонстрировать в видеоролике, как это работает. Вот таким образом. Привет, я Екатерина Епифанова. «Центр продаж» – одна из самых огненных новинок Bittrex24 Дубай. Я расскажу, как он работает. Все обращения ваших клиентов из соцсетей и мессенджеров попадают в ваш Bittrex24, но просто консультировать покупателей уже недостаточно, поэтому мы сделали «Центр продаж». Теперь вы прямо в чате можете моментально принимать оплату от клиентов, записывать их на услуги и предлагать товары. «Центр продаж» находится в левом меню вашего Bittrex24. Здесь вы можете отредактировать страницы для продаж в чате, подключить платежные системы и настроить онлайн-кассу. Вот как работают продажи в чате. Например, вы организовываете детский фестиваль. Клиент пишет вам в Facebook и спрашивает, как добраться на мероприятие. Менеджер выбирает нужную страницу и отправляет ее клиенту в чат. Клиент решает, что хочет купить два билета себе и своему ребенку. Менеджер выбирает нужные билеты, добавляет скидку и отправляет сообщения с формой оплаты клиенту. Чтобы ваши покупатели могли легко оплачивать товары, мы добавили в Bittrex24 быстрые системы онлайн-платежей. Это оплата через Бирбанк, Альфа-Клик или Яндекс.Кассу. Клиент оплачивает билеты, цель достигнута. После праздника можно отправить форму предварительной записи на следующее мероприятие. Это позволит изучить спрос и удержать клиента. Быстрые продажи возможны не только в чатах, но и через СМС-сообщения. Узнать больше о том, как работает центр продаж, можно в наших статьях на Helpdesk. Будем рады получить от вас обратную связь. Таким образом работает центр продаж, то есть у вас есть готовые уже странички с описанием, что представляет из себя компания, как добраться, если это необходимо, правила оплаты, правила возврата, любая информация и есть каталог продукции, которую можно сразу же бросить человеку в мессенджер, в СМС-сообщение, отправить в почтовом сообщении, так же, как и ссылку на оплату. Это полный цикл от привлечения клиента до закрытия сделки фактически. И здесь, так, вот оно, видео, как работает центр продаж, мы с вами уже посмотрели немного. И здесь еще один момент остается, если у вас не виртуальный товар, то есть если это не контент, а товар физический, то его нужно доставить. Внутри BX24 недавно появилась интеграция с Яндекс.Такси, и вы можете подключить эту интеграцию, и прямо в карточке товара, во время оплаты у вас будет считаться стоимость доставки Яндекс.Такси от вас до клиента, и эту стоимость вы можете перевыставлять клиенту. Вы можете прям целиком стоимость, если вы включаете стоимость внутрь, то вы ставите там ноль для клиента, но платите все равно за доставку. Если вы эту стоимость оставляете на клиенте, то вот ваш товар плюс стоимость доставки. Как доставить? Тут есть несколько вариантов, я про Яндекс.Такси сейчас рассказал, Значит, это классный, удобный способ, там есть из минусов только предоплата, потому что Яндекс.Такси вызывается и в любом случае деньги с вас спишутся. Есть возможность перевести тех людей, которые у вас без работы остали. Вот актуально было на пару месяцев назад очень сильно эта история, когда в офлайне никого нет, их переводили в курьеры. Возможно, так и сейчас продолжается в некоторых бизнесах. Можно самим делать такую доставку, нанять человека с машиной, с самокатом, каким-то способом передвижения, решить такой вопрос. Своя доставка хорошо, классно, здорово, только это получается либо достаточно дорого, потому что нужно уметь загружать человека на доставку, либо, если у вас большое количество заказов, либо вас не хватает, то есть нужно большой штат делать, тут нужно поиграться. Не всегда это очень хороший способ, не всегда очень удобный для бизнеса. Так, про доставку есть. И теперь я обещал прокомментировать принципиальное отличие от сайтов 24, от интернет-магазина, один из Bittrex24. Сайты 24 позволяют сделать несколько страниц сайтов, где есть страницы, посвященные контенту, описанию товаров, описанию самой компании, описанию различных механик. Значит, это можно сделать в Bittrex24 прямо в разделе сайтов или в разделе интернет-магазинов. Там же можно принять оплату. Продукт 1S Bittrex управления сайтом – это достаточно сложный большой продукт для бизнеса, которым требуется, ну, больше, если там образно очень говорить. Там есть очень серьезные механики по работе, по обработке заказа. Там есть серьезные механики по тестированию, по подключению разных каналов работы с пользователями. То есть, если вот отвечать достаточно коротко, то интернет-магазин 1S Bittrex24, 1S Bittrex управления сайтов – это достаточно сложная система, на которой можно сделать фактически все. Все. Вплоть до магазинов, которые работают, там, Альдорадо, Связной, МТС, вот, работают на этой системе. Быстрые продажи в интернете, где механика не очень сложна, совершенно нормально сейчас реализуются на 1S Bittrex24, да, на Bittrex24 можно сделать такую механику. По деталькам нужно поговорить с партнерами, прямо сказать, вот, смотрите, вот такие требования у меня сейчас есть, какой продукт больше подходит. И сейчас мы говорим, что интернет-магазин, 1S Bittrex, не может существовать без CRM-системы. То есть может быть такая ситуация, что есть CRM-система, но нет сайта, так бывает, вы работаете с соцсетями или с другим типом трафика, но не может быть такой ситуации, что у вас есть интернет-магазин, но нет CRM-системы, не может бизнес себе позволить. Так, поподглядываю немножко в чатик на вопросы. Работает ли центр продаж в B2B-секторе? Он не совсем, центр продаж получается для B2B, вы выставляете счет, отправляете его тоже в какой-то канал по электронной почте или через мессенджер. Так, будет ли интеграция для B2B-клиентов? Про грузовое такси, к сожалению, сейчас не скажу. Интеграция у вас все равно с Яндекс.Такси как B2B, то есть вы компания и Яндекс.Компания, и вы для своих клиентов оказываете слуги, то есть ваш договор, он как раз юрлицо-юрлицо. Ух ты, интересный кейс с авиакомпанией, можно ли заключить договор с авиакомпанией, пока такой интеграции нет. Кейс интересный, скорее всего, пока его нужно проработать с партнерами, саму механику, пока мы к этой реализации не подходим, не очень массовый кейс отправлять перелетом какие-то товары. Так, интернет-магазин на сайтах 24 возможен? Да, возможен. Прямо там есть такой пункт интернет-магазин, в нем можно загрузить свои товары и с этими товарами работать вот так, как было показано в ролике. Немножко скажу про стоимость клиента. Я уже говорил на одном из первых слайдов Customer Requisition Cost, стоимость привлечения клиента. Мы теперь точно должны ее считать, потому что очень часто у очень многих бизнесов стоимость привлечения клиентов граничит с маржой от его покупки. То есть, если мы тратим тысячу рублей на привлечение клиента, первая покупка у него 2000 рублей, из которых 50% это наша прибыль, а остальные затраты, то мы фактически сработали в ноль. И только при повторной коммуникации, при повторной продаже клиенту мы можем выйти в плюс. И вот эту модель нужно, конечно же, отслеживать. И, конечно, мы должны работать с рекламой, понимая, какая реклама на нас работает, какая нет. Я, конечно же, говорю про аналитику, про сквозную аналитику. Маркетинг давно дружит с этими цифрами и понимает стоимость привлечения трафика, но понимает его до момента конверсии. То есть, сколько стоит заявка, которую мы взяли из какого-то канала. Но, к сожалению, маркетинг достаточно редко понимает, сколько стоит продажа, потому что эти данные у него не всегда есть. Теперь мы можем объединить эти системы и показать сквозную аналитику для конкретной продажи. Внутри Bitrix24 CRM-система знает, какие товары продались и откуда пришел такой клиент. Мы соединяем эти данные и получаем эффективность по различным каналам. Мы получаем эффективность по источнику трафика. Мы можем подключить колл-трекинг, подменять номера телефонные. Мы можем подключить почту и менять разные почты на разных сайтах в зависимости от источника трафика. Это тоже настраивается несложно. Можем использовать UTM-метки, пожалуйста, и потом, что это нам дает? Дает возможность посмотреть отчет покупаемости рекламы. Реклама рекламной кампании в Facebook лучше отработала, чем из контакта или из директора. И вот он четкий ответ в цифрах, да или нет, и какая конкретно цифра там есть. Сюда можно подключать даже офлайн рекламу, если мы условно размещаем на билборде номер телефона, на электронную почту или телефон или мессенджер, через который должен прийти такой трафик, должен прийти клиент. Детально здесь не останавливаюсь. Вот следующая история. Мы посмотрели на стоимость привлечения, научились ее измерять, четко понимаем, какой канал работает, какой нет. Наконец-то мы знаем этот ответ, что половина моего бюджета работает напрасно. Нет, теперь все совершенно спокойно можно посчитать. И теперь про базу клиентов. Значит, мы обязаны как бизнес работать со своими клиентами не только над первой покупкой, но и, конечно же, планировать следующие покупки. Как мы это делаем? Прежде всего, конечно же, сохраняем такую базу. Она у нас есть, мы записали клиента, записали его контактные данные, и теперь что-то можем с этим сделать. Что мы можем сделать? Мы можем посегментировать свою аудиторию на сегменты, там, покупали в последний месяц, и отправить им предложение. Вы совершали у нас покупку, для вас в течение ближайшего месяца действует специальное предложение, скидка или что-то еще. Мы можем посегментировать ее по географии, полу, возрасту, если мы такие данные собираем, по отрасли. Те данные, которые вы сразу же понимаете, что потребуются вам для сегментации, вы закладываете при начале работы с CRM. Условно, если вы знаете, что отрасль вам критична, вы такой пункт сразу же закладываете. Внутри CRM-системы есть возможность сделать обязательные поля, которые менеджер не может пропустить. Если он дошел до сделки с клиентом, то он должен знать, например, его оборот или из какой он отрасли. Без этого никак дальше не двинуться. Вы отмечаете поле как обязательное, и сделку нельзя перевести на следующий этап, если это поле не заполнено. А там уже это поле вы делаете либо списком, либо текстом. Лучше списком, конечно, чтобы можно было с ним работать. Итак, вот они сегменты, которые существуют в вашей аудитории, и вот как мы дальше с ними работаем. Это называется CRM-маркетинг. Когда мы анализируем данные и используем их для маркетинговых коммуникаций, мы можем повышать конверсию в продаже. То есть когда у нас клиент находится в воронке, в особенности, если эта воронка достаточно длинная, от двух недель и дальше, мы можем его, как говорят продажники, греть в терминологии. То есть клиент зашел к нам в воронку, и вдруг он начинает получать сигналы о том, что наша компания классная, видит нас в рекламе, вдруг. Все это происходит не вдруг, конечно, мы настраиваем специально свою систему. Так что если клиент зашел к нам в воронку, мы начинаем с ним работать и в других каналах. То есть он начинает нас видеть отовсюду. Мы можем повышать повторные продажи. Только что мы проговорили про эти кейсы. Мы видим, кто купил у нас и пытаемся предложить им что-то дальше. Мы можем работать с лояльностью наших клиентов. Мы, если знаем, когда у них день рождения или просто гендерные праздники или общие праздники, отправляем им какие-то сообщения, поддерживаем такую коммуникацию. Не воспринимайте рекомендацию отправлять к 8 марта и 23 февраля всегда эти смс-ки. Если вы по себе знаете, какое количество смс-ок к вашему дню рождения приходит. Поэтому проявите фантазию. Лояльность, она не только в конкретных датах. Можно что-нибудь другое придумать. Тут уже на откух вашего бизнеса. Так, как это работает внутри? Пожалуйста, вы можете выбрать сегмент, необходимый сегмент для вас и нацелиться на него. Нацелиться на него письмом, смс-рассылкой в мессенджере, сделать ему инфозвонок или просто поставить менеджеру задачу для того, чтобы прозвонить вот эту выборку клиента. Так, звук пропал. Друзья, у кого еще звук пропал, расскажите. Или если у кого-то звук, со звуком все в порядке, поставьте плюсик. Так, звук есть. У кого пропал звук вдруг, попробуйте переподключиться. Обычно это самый простой способ, чтобы все появилось обратно. Соответственно, в CRM-маркетинге мы сделали сегмент аудитории и пришли к ним либо письмом, либо смс-кой, либо в мессенджере звонком живым, инфозвонком или рекламным сообщением каким-то. Соответственно, да, получили дальше продажи. Момент, на который я хотел отдельно акцентировать, обратить ваше внимание, это возможности ремаркетинга, ретаргетинга и что они для вас значат. То есть из CRM-системы VITREX24 вы можете автоматически создавать аудиторию, то есть добавлять в аудиторию Фейсбука, ВКонтакта, Гугла или Яндекса ваших клиентов, которые находятся на конкретном этапе воронки продаж или просто у вас в базе. Для чего? Обычно, когда вы, например, используете e-mail маркетинг, вы отправляете сообщения про вашу акцию, и вы знаете, что открываемость этих писем там 30% или ниже. Чаще всего 70% аудитории не получило эту информацию. И пока не очень дорогой способ нацелиться на них в социальных сетях или рекламных каналах для того, чтобы про эту акцию рассказать. Это один из кейсов. Я думаю, что беря механизм, перекладывая на свой бизнес, вы совершенно спокойно можете придумать много таких кейсов, где ретаргетинг и маркетинг может вам совершенно спокойно помочь. Еще один акцент, который я хочу поставить здесь, это кросс-сейл и повторные продажи. То есть это вот весь блок нацелен на то, чтобы вы с клиентом работали дальше. Что такое кросс-сейл? Это когда у вас внутри бизнеса существует не один продукт-услуга, а несколько, как и должно быть по сути. И клиенты, которые покупают у вас один продукт, в обязательном порядке, как вы считаете, должны купить что-то следующее. Из классических примеров это принтеры и картриджи. Из неклассических, я думаю, что у вас в бизнесе точно есть ответ, какой следующий товар или какую следующую услугу должен купить ваш клиент. Если такого ответа нет, то, пожалуйста, сядьте, нарисуйте себе 8-10 пунктов, что вашим клиентам, купившим у вас телефон, нужно, кроме чехла к нему. Или купившим у вас воду, что они могут покупать еще. И поэтому вы можете с помощью CRM-системы не забыть предложить им что-то еще. То есть направить их в отдельную воронку, в отдельный тоннель. Ну и с повторными продажами даже история. Вот здесь скриншот из Bitrix24, который показывает, что есть разные воронки продаж и тоннели продаж. Зачем это нужно, тоже дам пару кейсов. Например, у вас есть отдел продаж, и кто-то занимается привлечением новых клиентов, кто-то занимается работой с текущими. Есть разделение в отделе продаж на продажу, например, оборудования и на продажу обслуживания к этому оборудованию. Если у вас автоматической передачи клиента внутри CRM нет, то вам приходится делать это с помощью мотивации. Говорить отделу продаж, который занимается оборудованием, пожалуйста, после того, как ты закрыл сделку, получил все свои бонусы, отдай клиента соседям, своим товарищам. И для этого ему нужен стимул. Либо положительный, какая-то материальная мотивация, либо отрицательный, какая-то там палка или что-то страшное, для того, чтобы он из чувства долга или из чувства страха передал все-таки клиенту товарищам. Значит, и тот, и другой стимул работают не так здорово, и первый требует от вас материальных ресурсов, второй требует просто ресурсов, чтобы это контролировать. Делать это лучше автоматикой, конечно же, поэтому запускать клиента, который только что купил у вас станок, сразу же в следующую воронку, там, другому менеджеру или тому же самому, без разницы, на то, чтобы он купил и сервисное обслуживание к этому станку, или запчасти, или вашу консалтинг к этому. Все зависит от набора, нанимклатуры, который у вас существует. Так, ну и повторная продажа, конечно, идеальная картинка, если у вас есть регулярные продажи, каждый месяц, каждый год клиент у вас что-то покупает, страховой бизнес, например. Но если такого нет, то просто через какое-то время клиент наверняка захочет что-то еще купить. Если вы торгуете техникой, то вы понимаете спектр техники, которая клиенту нужна, или там, не знаю, жизнь ноутбука составляет два года, и после этого вы ему снова предлагаете, давайте-ка обновим вашу технику, вот какие варианты у нас есть. Очень классный механизм, который называется генератор продаж. Он тоже находится в CRM-маркетинге. Вы выбираете аудиторию и отдаете ее, например, своим менеджерам на то, чтобы они совершили повторные продажи. Вот люди, которые покупали у нас, ну давайте тот же пример с ноутбуками, ноутбуки в прошлом году, пожалуйста, давайте позвоним им и предложим что-нибудь. Посмотреть на шнуры, которые у них сгорели, питание, предложим обновить ноутбук, предложим беспроводную клавиатуру, все что угодно. То есть смысл определяете вы, но механика очень простая. Вы берете сегмент аудитории и приходите к ним почтой, смс-кой, звонком или как-то еще, то есть ставите такую задачу своим менеджерам. Очень классно работает, то есть вопрос, где брать новых клиентов, попробуйте работать с текущими клиентами со старыми, они, скорее всего, лояльны к вам. Ну и два слова буквально в завершении про автоматизацию бизнеса. Это такой must-have, когда у вас достаточно большое количество в воронке лидов, сделок, дел, звонков, какое-то большое количество, мы это называем, сущностей, но тех дел, которые нужно совершить. Автоматизация позволяет исключить человеческий фактор, исключить ошибки, там человек забыл, пропустил нужное время, и упростить жизнь менеджеров. Автоматически сформировать за него документы или перевести сделку на следующую стадию или отправить сервисное сообщение вашему клиенту о том, что, не знаю, автомобиль готов или посылка пришла в пункт выдачи, и вы можете за ней прийти. Делать это автоматом и снимать нагрузку с ваших сотрудников – это очень классная история. Но 3Bitrix24 называется это роботы и триггеры, и те, и другие настраиваются в достаточно, ну, так, несложном пользовательском интерфейсе. Все партнеры, я уверен, проконсультируют и по сценариям, как это можно делать, и по смыслу, как это стоит делать руками и помочь, конечно же, с этой настройкой. Когда мы говорим, еще раз свой тезис скажу, не существует бизнеса без CRM-системы. Может быть, бизнес без сайта, используя другие каналы трафика, невозможен бизнес без регулярной работы со своими постоянными клиентами. То есть нужно сделать их постоянными и работать. Есть несколько составляющих, мы говорим, 5 из 5. Первое – это контакт-центр, собрать все заявки, всю коммуникацию с клиентами в одной точке. Не пропустить ни одного клиента. Сейчас не то время, когда мы можем раскидываться клиентами, особенно за которых заплатили. За всех клиентов нам приходится так или иначе платить. Второй момент – это CRM, для того, чтобы организовать работу внутри своей команды, выстроить ее верно, корректно, правильно, по нужным алгоритмам, которые уже вы определили. Третий момент – это CRM-маркетинг, чтобы работать со своей текущей базой. Это существенно дешевле, логичнее, и только так теперь, выстраивая регулярную коммуникацию, регулярные продажи своей базе, можно быть успешным, можно быть прибыльным. Четвертый момент – это CRM-аналитика, понимая, что дает вам хороший, качественный трафик. Не каждый трафик из соцсети, не каждый рекламный бюджет стоит переносить на следующие полгода или на следующий период. CRM-аналитика даст вам ответ, и сквозная аналитика, что приносит вам деньги, что конвертируется в продажи, что не конвертируется. Это вот история про CRM 5 из 5. Друзья, у меня на этот момент все, я практически уложился в тайминг. Если есть еще какие-то вопросы, вот прямо сейчас их можно побросать в чат, я вижу, коллеги активно отвечают. Что происходит у нас с вами дальше? Мы с вами посмотрели на онлайн-продажи, ну и поговорили, что продажи, по сути, у каждого бизнеса теперь онлайн либо полностью, либо частично. К ним нужно готовиться, нужно иметь готовые сценарии. Пользователь, который попробовал онлайн на вкус сейчас, чувствителен к качеству сервиса, к отстроенным процессам. Поэтому вам необходимо соответствовать. Мы внутри Bitrix24 выдаем огромное количество инструментов, чтобы решить задачи. Я сегодня поговорил, конечно же, не про все, и много-много сопутствующих вещей можно реализовать с помощью Bitrix24. У нас сегодня в чате работали коллеги из компании ArtSolution24, из компании NeroCRM, компании SOL. Они свяжутся с вами для того, чтобы ответить на вопросы или помочь решить внутренний, например, запрос. У меня есть запрос на выход в онлайн, как это правильно сделать. Я настраиваю CRM, но кажется, что я могу стать лучше, где-то могу усилиться. Если вы в первой части у Екатерины Уколовой подсматривали, что можно конкретно сделать, то коллеги совершенно спокойно переложат тот самый смысл на CRM-систему. Как можно устроить конкуренцию внутри менеджера таким образом? Можно ли использовать дэшборды? Вот как это делается. И много-много ответов. То есть, если у вас есть вопросы, коллеги обязательно на них ответят. Запись этого вебинара будет. Мы отправим ее на электронную почту, которая у вас, соответственно, указана при регистрации. Там же мы напишем, кто из наших партнеров свяжется с вами в дальнейшем. И коллеги приготовили бонусы различные. Совершенно я видел одним глазом, они классные. Какие бонусы можно будет получить, если начать работать с партнером, что я очень рекомендую. Можно ли пройти путь самостоятельно? Можно, но на это требуется определенный ресурс. Как мы говорили, можно ли написать CRM по самому? Теоретически да, но такое количество сил, которое мы уже вложили в функционал, сложно будет сейчас где-то достать. Поэтому, друзья, большое спасибо за участие в вебинаре. Я с вами на сегодня прощаюсь. На все вопросы, которые остались, и на которые мы сегодня прямо не ответили, можно будет получить ответ чуть попозже. Самое главное, чего я сегодня хочу пожелать, сделать следующий шаг. Вы сегодня услышали много полезной, я надеюсь, классной информации. Вот применить ее к себе – это то, что необходимо сделать. Не все 50 пунктов, про которые мы сегодня поговорили, а хотя бы 1-2. Это уже даст нужный эффект, положительный эффект. Спасибо, друзья, и удачи! Спасибо, друзья! Спасибо, друзья! Спасибо, друзья!